Добрый день. Я представлюсь. Меня зовут Василенко Егор Александрович. Я студент 2 курса магистратуры кафедры ИКТ Российского химико-технологического университета. Сегодня провожу лекцию по симуляции химических лабораторных работ на современных игровых 3D и 2D редакторах и мастер-класс. Начнем. Сама идея виртуальных лабораторных работ зародилась еще в 2009 году. Тогда началось создание основы и первых лабораторных работ. Создавались они на Adobe Flash и работали через браузер. Было создано первые лабораторные работы определения состава кристаллогидрата при приготовлении раствора заданной концентрации, изучение окислительно-восстановных реакций и остальные. Вот так вот выглядит анимация в Adobe Flash. Здесь можно запрограммировать объекты, например весы, на то, чтобы они измеряли массу положенных в чашу реагентов. Справа мы можем наблюдать анимацию огня. Сейчас вот так вот выглядит уже современная версия виртуального практикума на Adobe Flash. Всего за это время было создано 124 лабораторные работы. Основные принципы заключаются в том, что в лабораторном практикуме пользователю приходится самому взаимодействовать со всеми объектами. По сути, анимация, которая помогала бы нам с помощью двух кнопок показывать сам ход лабораторной работы, такого нет. Все делается руками. Переносится пипетка в чашу Петри, например, набирается оттуда жидкость, переносится в другую чашу Петри. Вот, собственно, мы можем пронаблюдать одну из лабораторных работ. Хорошо ли видно, как идет ход реакции? Помимо самих лабораторных работ в виртуальном практикуме присутствуют задачи, которые нужно прорешать. С 2020 года поддержка AdaptFlash прекратилась, и поэтому появилась необходимость создания более современного варианта химических лабораторных работ. И было принято решение сделать их в виртуальной реальности. Для того, чтобы сделать в виртуальной реальности, мы выбрали игровой движок Unity. Потому что Unity достаточно хорошо и хорош и удобен в использовании для создания лабораторных работ виртуальной реальности и вообще игровых миров. Объекты мы создаем в Autodesk 3ds Max. Оттуда они импортируются в формат FBX, а потом переносятся в Unity. А в Unity уже этот формат FBX обрабатывает, и мы можем наблюдать готовый объект у нас прямо на сцене. В дальнейшем я это продемонстрирую. Bitmap 2 Material, Substance Painter и Substance Designer, это три программы для создания очень качественных материалов, которые содержат в себе векторы нормалей, дальше отражения и более четкую текстуру и более четкий рисунок. Вот этапы 3D-моделирования. Это картинка-скриншот, сделанный из 3ds Max, а это уже картинка в самом Unity, когда мы перенесли из формата FBX в Unity. Это уже набор созданных 3D-объектов для нашей химической лаборатории виртуальной реальности. Процесс создания текстур происходит очень сложным образом, выстраивая деревья свойств. И в итоге у нас, в конечном итоге, получается вот такая высококачественная текстура, которая имеет глубину, отражение и картинку хорошего разрешения. Вид нашей химической лаборатории виртуальной реальности. В углу мы наблюдаем два вытяжных шкафа, в которых находятся уже готовые лабораторные работы, к которым можно приступить. И возле стен находятся еще лабораторные столы с еще лабораторными работами. По бокам от лабораторных столов таблица Менделеева и таблица растворимости, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в виртуальном пространстве, поскольку под рукой у него справочника не будет. Собственно, как выглядит рабочий стол вблизи. Одна из лабораторных работ виртуальной реальности у нас – это окрашивание пламени солями щелочных металлов. Вот у нас спираль, на которой находится соль натрия. Мы подносим к пламени горелки, и пламя горелки окрашивается в желтый цвет. Соответственно, литий в фиолетовый, в малиновый, а калий как раз-таки в фиолетовый. И в конце у нас, после того, как прошел все лабораторные работы, контрольно-тестовое задание. За время разработки VR-практикума создано шесть лабораторных работ. Четыре из раздела «Щелочные металлы», а еще два из раздела «Щелочноземельных металлов». Это у нас проходила выставка в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в 2019 году. Также у нас проходила выставка в Академии наук, где уважаемые академики и профессора с охотой интересовались нашей разработкой. Что ж, на этом презентацию остановим, и сейчас перейдем уже непосредственно к мастер-классу. Видно ли, что я демонстрирую? ЮНЕСКО в Париже должен быть. Правильно? Да. Хорошо. При создании проекта у нас открывается вот это вот окно. Слева мы видим иерархию объектов. В этой иерархии находится камера, источник света и примитивный объект. Чтобы создать примитивный объект, можно перейти в верхнее меню GameObject, 3D-объект, и вот тут у нас даны примитивные объекты. Давайте попробуем создать сферу. Вот у нас создается сфера. Но они у нас бесцветные. Давайте попытаемся задать им какой-нибудь цвет. Для задания цвета есть свойства у объекта, как материал. И мы его создаем и потом присваиваем им объект. Давайте создадим один из этих материалов. Назовем ему Red. И делаем ему красный цвет. Вот у нас объект окрасился в цвет, который мы сделали. Справа мы можем наблюдать окно свойств. В окне свойств у нас есть свойство Transform. Это свойства, которые определяют позицию, ротацию и размеры объекта на сцене. Мы можем менять позицию объекта как на стрелочке XYZ, так и через окно свойств. Вот у нас сфера переместилась по координатам 5, 5, 5. Давайте попробуем увеличить этот объект. Вот у нас объект увеличился в 5 раз в объеме. Теперь давайте приступим к созданию химической лабораторной работы. Для начала лабораторная работа у нас будет состоять в определении кислотности, в определении pH-среды. То есть нам нужно создать лакоменовую бумажку, 3D-объект и 3D-объект какого-нибудь реагента. Давайте создадим лакоменовую бумажку. Создадим еще один объект. Создадим еще один объект. Вот, собственно, что я сделал. Это у нас так будет простейший индикатор pH-среды. Вот это держатель. Это лакмусовая бумажка. Давайте их покрасим. Создадим материал. Еще один. Назовем yellow. Делаем ему желтый цвет. В иерархии объектов мы можем наблюдать, что я один простой объект поместил в другой. Это у нас создало единый объект, с которым мы можем теперь взаимодействовать. Помимо этого, после создания вот такого вот индикатора и после того, как я добавил дочерний объект, мы можем сохранить полностью этот объект. Переносим его сюда, и у нас готовая лакмусовая бумажка. И мы можем использовать ее в дальнейшем и в других лабораторных работах. Теперь необходимо создать какой-нибудь реагент. Будет у нас сфера. Сделаем ее поменьше. У нас готова лакмусовая бумажка и реагент. Теперь мы можем приступить к созданию сценария этой лабораторной работы. Сценарий этой лабораторной работы создается с помощью скриптов, написанных на языке C-Sharp. Попробуем создать такой скрипт. Правой кнопкой мыши нажимаем на панель с ассетами. Нажимаем Create, C-Sharp скрипт. Вызываем его реагент. После открытия через Unity этого скрипта у нас автоматически открывается C-Sharp редактор. В данном случае у меня это Visual Studio. Продолжение следует... Продолжение следует... Извините, у меня тут техническая неполадка большая. Продолжение следует... Переключаюсь на демонстрацию Visual Studio. Продолжение следует... Что ж, для того, чтобы заработала наша лабораторная работа, необходимо установить свойства этому объекту ph. Давайте попробуем это сделать. Для этого объявляем переменную паблик флот ph. Флот это у нас тип переменной с плавающей точкой. То есть мы можем указывать гробные числа. После того, как мы объявили эту переменную, можем наблюдать, как она у нас появится в окне свойств данного объекта. Перетащим наш C Sharp скрипт на объект. Вот мы видим ph, который мы можем задавать. 4.3 или 8.3. Так. И этого будет достаточно. Теперь уже мы пишем скрипт для лакмусовой бумажки, чтобы она меняла цвет в зависимости от того, какое число мы установили вот здесь, в нашем окне свойств. Д watery. 1. 2. 3. Д jos, Для того, чтобы у нас происходило действие, когда два объекта соприкасаются друг с другом, у нас есть метод. Для того, чтобы этот метод у нас сработал, а этот метод у нас на лакмус. Для этого необходимо, чтобы объект, который попал в специальную область триггера, имел коллайдер и свойство, которое называется rigidbody. После того, как мы придали объекту свойство rigidbody, оно у нас имеет физические свойства. То есть оно у нас падает вниз под действием силы тяжести и отталкивается от объектов в зависимости от установленной упругости материала. Давайте посмотрим. Вот мы смотрим на шарик, запускаем нашу игру и видим, что шарик упал на лакмусовую бумажку. Что ж, давайте перейдем обратно к Visual Studio. У нас есть void on trigger enter. Чтобы она сработала, еще необходимо установить нам в свойстве объекта, на который будет падать наш реагент, галочку из триггера. И при взаимодействии коллайдеров вот этого объекта с коллайдерами вот этого объекта у нас будет срабатывать функция on trigger enter. Давайте проверим. Давайте сразу тогда уж лучше сделаем свойство необходимое. Вот давайте теперь сделаем в этой функции. Опишем, как у нас будет происходить данная лабораторная работа. У нас этот объект, реагент, определенный pH, который мы устанавливаем сами. Давайте, допустим, сделаем ему три pH. Теперь нам нужно в методе написать, как именно у нас это будет работать. То есть, если у нас pH меньше чем 4,5, у нас лакмусовая бумажка окрасится в синий цвет. А если больше 8,3, то окрасится в красный цвет. Поправьте меня, если я не прав. Хорошо. Тогда создаем. Начнем с условного оператора if. If с английского переводится если. Здесь и в скобочках после if мы задаем условия. Когда у нас вот этот объект, реагент, попадет в зону триггера, сразу other станет ссылкой на этот объект. Поэтому мы можем с легкостью манипулировать свойствами объекта, попавшего в триггер. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... У меня не работает автодополнение, так что я буду использовать в качестве шаблона уже написанные мною ранее скрипты. Вот, собственно, то, что нам нужно. Сейчас у меня загружается химическая лаборатория виртуальной реальности. Пока открывается Unity, расскажу про принцип создания скриптов на C-Sharp для Unity. Unity предоставляет набор библиотек для Visual Studio для языка C-Sharp для взаимодействия с объектами и программирования различных действий среди Unity. Вот, чаще всего используется объектно-ориентированный стиль программирования на C-Sharp. То есть для каждого отдельного объекта создается класс с отдельными свойствами и отдельными методами. Как у нас сейчас происходит в нашей химической лаборатории? У нас есть один общий большой скрипт с описанием всех общих свойств объектов. Потом у нас идут отдельные свойства для твердых объектов. Это отдельный класс, отдельный класс свойства жидких объектов и отдельный класс для создания событийной системы. И таким образом мы достигаем некоторой универсальности. То есть под любой объект у нас уже есть все необходимые свойства, чтобы создавать химическую лабораторную работу. Это один из первых написанных мною скриптов для окрашивания пламени горелки при взаимодействии со спиралями, на которых есть соль определенного щелочного металла. Собственно, перейдем сразу же к... О, запустилось. Что ж, давайте посмотрим на лабораторию саму. Что у нас здесь есть? Вы можете наблюдать вот эти синие стрелочки. Это у нас точки, на которые телепортируется наш плеер. У нас есть такой объект. Он имеет все необходимые скрипты для того, чтобы в шлеме виртуальной реальности отображалось все то, что вы видите на сцене. Вот, например, я сейчас запущу этот проект. Я поставил галочку Allow Toggle to 2D. Это означает, что хоть тут все и настроено под виртуальную реальность, но для отладки лабораторных работ можно использовать данный 2D-режим, поскольку шлем виртуальной реальности не всегда доступен. Как раз таки мы видим горелку и пламя горелки. Давайте попробуем провести какой-нибудь из опытов. Возьмем спираль лития, поднесем к пламени горелки и видим, как он у нас окрашивается в фиолетовый цвет. Также возьмем натрий, поднесем желтый. И, соответственно, калий малинового цвета. Как это было сделано? Откроем спираль. На спирали у нас есть определенный нескрипт. Вот, по названию. У меня в этой лабораторной работе изменение цвета происходит по названию спирали. Давайте посмотрим. Вот у нас, собственно, метод, о котором я рассказывал. Он TriggerEnter. То есть при вхождении объекта спирали в определенную область. Вот она. Вот она, вы видите, зеленая область. При вхождении спирали в эту зеленую область у нас срабатывает вот эта функция. Ой, вот эта. Он TriggerEnter. И, соответственно, Он TriggerExit это при выходе из этой зоны. То есть при вхождении мы меняем цвет. Вот функция ChangeColor. И при выходе мы меняем цвет пламени обратно. Собственно, что здесь происходит? У нас, как я и говорил ранее, при попадании определенного объекта в область Trigger Азер становится ссылкой на объект, который вошел. Поэтому мы просто передаем в функцию ChangeColorRagent имя данного объекта. То есть мы переносим имя спирали, которое у нас есть. Собственно, спираль у нас называется спираль Натриум, спираль Калиум и спираль Литиум. Вот у меня три условия на спираль Калиум, спираль Натриум и спираль Литиум, на которых установлен градиент. Градиент это цвет, который у нас так сказать, переливается из одного цвета в другой цвет. И мы можем создавать более сложные цвета. Как вы видели, Литий у нас был не просто фиолетовый, а такой фиолетово-синий. А Калий был такой малиново-фиолетовый, а не просто малиновый. Вот. Это все достигается при помощи переменной град типа градиент. Тип градиент это стандартный тип, который у нас есть в нашей библиотеке Unity Engine. что же происходит, если пошагово пробежаться по скрипту? У нас спираль, когда мы берем спираль и подносим к данной области, у нас начинает срабатывать вот эта функция, в Other передается ссылка на объект, функцию ChangeColor мы передаем имя этого объекта, и потом уже в функции ChangeColor у нас сравнивается, у нас проверяются условия на имя этого объекта и задается соответствующий цвет. Таким образом мы можем очень подробно симулировать любые лабораторные работы по химии и не только. Давайте пронаблюдаем и за остальными лабораторными работами. Сейчас лучше вот так сделать, чтобы всем было лучше видно. У нас есть баночка с феномфталиидом, мы берем отсюда пипетку, капаем пипеткой в каждую чашу петри. Теперь у нас в этих чашках петри водный раствор феномфталиина. Как мы знаем, щелочные металлы очень бурно у нас реагируют с водой, поэтому при соприкосновении данного металла с водой он будет хаотично перемещаться по поверхности воды пока полностью не испарится. Давайте проверим. Вот мы перенесли, он хаотично побегал и у нас смесь феномфталиина окрасилась в розоватый цвет. Давайте посмотрим натрий. Натрий у нас очень быстро растворился, но цвет у нас уже не такой насыщенный, как был у калия. Теперь попробуем литий. Литий уже не такой насыщенный, как натрий и тем более у шкалий. Давайте перейдем к коду данной лабораторной работы. Что мы пронаблюдали в этой лабораторной работе? В этой лабораторной работе мы наблюдали хаотичное движение тела и изменение цвета воды в чаше Петри. Что ж, смотрим на свойства, которые мы создали. Мы создали свойства скорости. Speed of Decrease это скорость того, насколько быстро у нас будет изменяться цвет воды, цвет раствора фенолфталиина. Также мы создаем переменную типа Color для стартового цвета и Color для конечного цвета. Давайте смотреть. Вот у нас этот скрипт. Вот у нас Speed of Decrease есть. Start Color как вы можете наблюдать. При объявлении переменных стандартными типами предоставленными Unity у нас это очень хорошо адаптируется под интерфейс. То есть создавая переменную типа Color нам не обязательно прописывать все четыре цифры RGBA. То есть кто не знал Red, Green, Blue у нас в Unity цвета состоят из набора четырех переменных. Это от нуля до 250 до 254 красного цвета, синего, красного, зеленого и синего. И еще альфа-канал. Альфа-канал у нас задает прозрачность объекта. Вот. Что ж, давайте смотреть. Вот мы задали конечный цвет. Конечный цвет у нас такой розовато-фиолетовый. то есть как раз так у нас окрашивается фенолфталиин при взаимодействии с щелочью. Также помимо цвета мы тут можем и задать альфа-канал. То есть чтобы у нас был более насыщенный или менее насыщенный цвет. Для того чтобы показать активность того или иного металла. Что ж, давайте приступим к анализу кода. Мы видим функцию private void on trigger enter. Сейчас таки область. Вот она плохо видно на белом фоне. но вот она вот вот этот квадратик у нас это есть та самая область которую я установил триггером. Вот этот маленький. При попадании в него что происходит? так происходит следующее старт color у нас задается таким какой у нас есть изначально у объекта то есть у водички у раствора точнее. вот а потом этот цвет плавно меняется с одного на другой при помощи функции lerp вот которая входит в библиотеку unity engine мы задаем внутри этой функции стартовый цвет конечный цвет и скорость с которой у нас будет изменяться данный цвет. Изменение цвета раствора написано. теперь мы наблюдали то что реагент уменьшался со временем как раз таки вот это условие занимается уменьшением объекта. Мы ссылаемся на свойства данного объекта. Объект у нас реагент у него есть окно свойств трансформ мы пишем точка трансформ и scale находим нам нужно scale поскольку scale обозначает размеры объекта local scale и смотрим пишем условие то что если у нас x y и z x если у нас ну я тут упростил если x больше нуля то у нас начинает уменьшаться реагент вот как мы можем наблюдать дальше дальше нам нужно мы видели хаотичное движение данного объекта для того чтобы реализовать хаотичное движение объекта я создал еще один пустой объект и задал ему свойства случайного перемещения в определенной области и использовал функцию vector3 move towards чтобы наш реагент двигался за след за вот как раз таки пустым объектом который перемещается по случайным точкам из-за этого мы можем наблюдать хаотичное передвижение объекта что ж мы просмотрели проанализировали коды двух лабораторных работ нашего виртуального практикума а теперь я вам покажу как с нуля создается виртуальная реальность создаем новый проект назовем его май яр программа фонд вроде «звук» 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 Пока у нас открывается новый проект, давайте посмотрим на еще одни лабораторные работы, более сложные. Продолжение следует... 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 Ну, ну, всего прочего, у нас открылась новая сцена. Для создания сцен и приложений игр виртуальной реальности нам необходимо для этого две вещи. Это пакет OpenVR, который можно установить, если перейти во вкладку Windows Package Manager и найти его здесь. Вот, собственно, он сейчас называется VR. Раньше он назывался OpenVR в более старых версиях Unity. В новых версиях Unity, таких как 2020 года, он предустановлен заранее. Поэтому остался только второй компонент. Второй компонент это у нас SteamVR плагин. Что ж, продолжу тогда здесь. У нас есть вкладочка Asset Store. Через этот Asset Store мы скачиваем SteamVR плагин и импортируем к нам в проект. Когда мы импортируем данный плагин к нам в проект, у нас появляются три папочки. SteamVR, SteamVR Input и SteamVR Resources. SteamVR содержит все необходимое для работы с виртуальной реальностью. Два PDF файла с описанием и минимальной документацией. Помимо этого, в папочке Prefabs у нас есть готовый объект контроллера. Объект SteamVR и CameraRig нам позволяют обрабатывать нашу графику, передавать в шлем. Помимо этого, в папочке SteamVR есть сцены с уже какими-то реализованными функциями, которые вы можете подсмотреть. Находятся они в Samples. Так, сейчас так не найду. Ну ладно. Так, у нас после импорта появилось три вот эти папочки и что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы переходим во вкладку Windows, нажимаем SteamVR Input и у нас открывается, так сказать, окно биндинга наших кнопок на контроллерах. Вот, выбираем дефолтный биндинг, то есть на курок у нас срабатывает взаимодействие с объектом, на большую толстую кнопку у нас срабатывает тип телепортации и так далее. То есть стандартные свойства для контроллеров HTC Vive. Нажимаем Save and Generate. Нажали. После этого в папочке SteamVR Input у нас появляются все необходимые скрипты для того, чтобы наши кнопки на контроллерах работали так, как нужно. Теперь нам нужен объект, так сказать, которым будем мы сами, то есть который будет имитировать движение шлема, движение контроллеров внутри нашей лаборатории, внутри нашей виртуальной реальности. Для этого есть уже готовый объект плеер. Вот, он находится в директории SteamVR. Если ввести поисковую строку, можно его найти очень легко. Собственно, что у нас в иерархии объекта у этого плеера? Собственно, левая рука, правая рука, Body Collider. Это у нас специальная сетка, специальная область, имитирующая наше тело. Для того, чтобы, если мы подходим к объекту, то объект мог бы оттолкнуться от нашего тела. Вот, собственно, левая рука, правая рука, которые имитируют контроллеры. Извините, у меня не было видно. Вот, то есть, плеер у нас уже есть. Плеер есть. Теперь нам необходимо как-то перемещаться по нашей виртуальной реальности. Для того, чтобы перемещаться, нужно первое. Скрипт, точнее, объект телепортинг. Приместить на нашу сцену. Скрипт телепортинг как раз-таки отслеживает нажатие кнопки на нашем контроллере. Как вы можете заметить, Action, Default. Вот, Default это как раз-таки та настройка, тот биндинг, который мы выбрали в SteamVR Input. И телепорт. Кнопка телепорта – это кнопка известная, большая, толстая посередине. И при нажатии на нее данный объект начинает обрабатывать курсор для наведения на область, куда мы хотим телепортироваться. И, собственно, само перемещение нас по координатам определенным. Теперь нам нужны специальные точки, которые мы могли бы телепортировать. Для этого у нас есть уже готовые объекты, которые называются Teleport Point. Давайте их увеличим, поскольку они очень малы по сравнению. С масштабами нашей лаборатории. Вот так вот расставляются эти точки. И теперь при появлении в центре комнаты, когда мы наденем шлем и запустим это приложение, вы появитесь в том месте, куда вы поставили объект плеер. При появлении на сцене у нас будет выбор, какую лабораторную работу мы хотим выполнить в первую очередь. То есть телепортироваться мы сможем только между вот этими четырьмя точками. Для взаимодействия с объектом, то есть нам же недостаточно просто ходить и телепортироваться. Нам нужно, чтобы мы с помощью контроллера смогли захватить какой-либо объект. Поэтому на объект, с которым мы хотим взаимодействовать, устанавливается скрипт Interactable, позволяющий, который отслеживает наше прикосновение нашего контроллера к объекту. Астровабл добавляет больше физических свойств этому объекту. То есть если мы его кинем, он у нас плавно будет лететь по той дуге, в которой мы кинули этот объект. Вот, скрипт Interactable есть, Trowable есть. И теперь мы можем спокойненько делать лабораторные работы. Появляемся в центре, телепортируемся на какую-нибудь точку и хватаем объект и делаем лабораторную работу. Собственно, сейчас покажу наглядно. Создаем 3D-объект куб. Вот он у нас. Дадим ему свойства твердого тела, чтобы он у нас падал. Дадим ему свойства rigid-поди. И все. Сразу перемещу плеера поближе, чтобы далеко не надо было ходить. Вот, собственно, куб. Вот мы. Как раз-таки появились там, где я поставил плеера. При нажатии на куб ничего не происходит. Добавляем ему свойства Interactable. И мы уже видим, как у нас начинает объект подсвечиваться. Оп, подсвестился. То есть, как только мы кладем скрипт Interactable на какой-либо объект, он начинает взаимодействовать с нашими контроллерами. И мы, если захотим, можем сами описать, что у нас будет происходить по нажатию на кнопку на курок, то есть на триггер, когда мы применяем этот триггер к объекту. Если же мы добавим throwable скрипт, то у нас резко на кнопку на курок на контроллере повесится функция, хватать этот объект и взаимодействовать с ним. Сейчас покажу. Вот я его взял, объект, вот я его нашел. Я его туда провалился. Вот, собственно, у нас вот так вот и создается виртуальная реальность. Вам была продемонстрирована старая демоверсия нашей виртуальной химической лаборатории. Я специально ее взял для того, чтобы продемонстрировать вам. Что ж, есть ли еще у кого-нибудь какие-нибудь вопросы ко мне? Появились ли? Если нет, давайте посмотрим тогда на еще один наш ведущий проект. в разработке которого также я участвовал. Это модель, создание модели завода по переработке метанола щекина азот. Пока открывается. Значит, каким образом я могу дать раздаточный материал через Zoom? как вообще возможно? можно? Ну что ж, пока у нас открывается еще один наш проект. Можем еще что-нибудь придумать здесь, чтобы такого интересного посмотреть. а, собственно, хотел рассказать вам еще про огонь. Огонь это у нас система частиц. Создается она при помощи VimObject Effect Particle Systems. Particle Systems это, как вы можете наблюдать, вот такие вот белые частицы, вылетающие из центра и летящие с определенной скоростью и с определенной продолжительностью жизни. Вот, собственно, все свойства этих частиц. То есть, мы можем задать, сколько их будет, сколько их стартовое время жизни, какое максимальное количество частиц должно за определенный промежуток времени выплеснуться. Дальше. Помимо этого, мы можем изменять цвет по мере жизни данных частиц. Я могу изменять то, каким образом будут распространяться эти частицы. То есть, вот у нас конус. Мы можем сделать бокс, сферу, и у нас вот так вот распространяться будет. Очень удобно при создании эффекта дыма и задымления. То есть, у нас есть такой источник задымления. Мы расширяем эти частицы, делаем их побольше, задаем им цвет, серый какой-нибудь. И в последнем свойстве у нас есть окошечко материала. Сюда мы можем применить какую-либо картинку для того, чтобы у нас вместо вот этих белых шариков была как раз-таки эта картинка. Благодаря этому у меня получилось создать такой правдоподобный огонь. Смотрим и вот у нас это как раз-таки картинка, созданная в фотошопе для того, чтобы имитировать огонь. С помощью системы частиц создается очень много эффектов, таких как водопад, снегопад, дождь, задымление. фейерверки. У нас все еще открывается. у нас время потихоньку подходит к концу, я так понимаю. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Может, нужно что-то уточнить или кто-то что-то не понял? Я с радостью отвечу на все вопросы? А, так, у меня слышно вообще? Да. Все, хорошо. Так, что ж, ну, если вопросов ни у кого никаких нет, тогда просто дождемся, когда у нас откроется наш проект второй и посмотрим что-нибудь что-нибудь. собственно, открылся. Всем видно, что происходит? да, видно. Хорошо. Здесь вы можете наблюдать у нас сейчас я сделаю так, чтобы всем было лучше видно. модель производства метанола. Все модели были исполнены подробно по чертежам, то есть они даже внутри детально проработаны, как вы можете заметить. Это для того, чтобы люди, посещающие данную разработку, пользователи, могли узнать, как устроен тот или иной аппарат. Помимо этого у нас здесь планируется уже сделаны стимулированные чрезвычайные ситуации, то есть когда протекает протекла труба, сломался или загорелся один из объектов, этот проект тоже виртуальной реальности, и мы здесь можем наблюдать уже известные нам объекты, такие как плеер, для того, чтобы отрисовывать нашу сцену в шлеме виртуальной реальности. поинты, и вы можете наблюдать огромную область с вот таким вот синим квадратом. Эта область вся предназначена для телепортации, для телепортации, то есть нам не нужно теперь, не нужно применять телепорт поинты, мы можем на объект, например, plane, сейчас создам, вот у нас plane, добавить скрипт в телепорт area, и у нас она автоматически превратится в область, по которой можно перемещаться с помощью контроллера. у нас полтора часа длится, не полтора часа, а то я забыл посмотреть. Так. Извините, секундочку. демонстрацию. Ну, полтора часа прошло. Всем спасибо за внимание. Вам прочитал лекцию и провел мастер-класс Василенко Егор Александрович, студент второго курса магистратуры кафедры ИКТ Российского химико-технологического университета. Продолжение следует...